Областной бюджет пополнился не только на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Из федерального бюджета поступило 237 миллионов на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу. Таким образом, областной бюджет увеличился почти на 3 миллиарда рублей. В целом, изменение основных параметров областного бюджета на 2017 год предлагается. Доходы увеличить на 2,9 миллиарда рублей и составят они 154 миллиарда. По расходам увеличить на 237 миллионов и расходы составят 160,7 миллиарда рублей. В первом чтении депутаты рассмотрели проект областного закона о туризме, в котором правительство региона наделяется полномочиями создавать отдельную структуру или давать полномочия уже существующему органу власти в сфере туризма. Также появится возможность создавать свои госпрограммы развития туризма и выделять на это деньги из областного бюджета. Мы понимаем, что нужно выполнять задачу, которую поставил губернатор области Василий Юрьевич Голосбург, по задачу развития въездного бюджета. И вот для того, чтобы эту задачу выполнить, нужно менять многое в работе органов власти. Прежде всего, муниципальной власти. Во время правительственного часа депутаты заслушали доклад по итогам работы областной прокуратуры. Ее руководитель Юрий Баранов рассказал, что в этом году выявили 56 тысяч нарушений. Во время надзорных проверок удалось пресечь нарушения прав инвалидов и пенсионеров, социальной поддержки, оказания медицинской помощи и лекарственном обеспечении. Принято меры к обеспечению безбарьерной доступности объектов транспорта и социальной инфраструктуры. Только на территории города Ростова-на-Наду 38 социальных учреждений и организаций не были оборудованы с учетом потребностей инвалидов. В Донецке, Новочеркасске, Боковском, Волгодонском районах прокуроры потребовали от работодателей квотировать рабочие места. Также на заседании принято решение проиндексировать на 4% выплату на ежемесячное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ее размер со следующего года – 9836 рублей.